Всем привет! С вами я, Лена Смирнова, и сегодня мы с вами будем делать открытку к 8 марта. Берем заготовку из акварельной бумаги размером 10 на 15, выбираем фон, подходящий под этот весенний праздник. Я выбрала вот такой фон мятного цвета. Вырезаем прямоугольник размерами на полсантиметра меньше, чем у нас основная часть. То есть вдруг, если вы возьмете размеры не 10 на 15, а, например, 12 на 17, то размер фона у нас будет на полсантиметра меньше, чем заготовка. Вот таким вот дыроколом я пройдусь по одной стороне и фон приклеиваю. С вами приклеили фон. Теперь мы берем вот такое вот белое кружево, отрезаем по размеру нашего фона и приклеиваем. У меня есть вот такой вот лист с вырубками, с весенним набором. Отсюда я выбираю вот такой вот букетик сирени. Вот он. Он у нас будет располагаться вот здесь вот. Итак, прежде чем наклеить вот этот сирень, я предварительно сделаю вот такой небольшой фон из декоративного скотча. Заметьте, что скотч я не отрезаю ножницами, а отрываю для того, чтобы создать декоративный эффект. Из той же вырубки, где у нас была вот эта сирень, там же была у нас вот эта стрекоза. Я планирую разместить ее вот здесь. Есть надписи «Поздравляю!», ее мы тоже будем использовать. И разместим ее вот здесь. Если вдруг у вас получилось так, что надпись вы, например, наклеили не на то место, либо вы хотите потом позже изменить, ничего страшного, они легко отклеиваются. Вы можете просто приклеить. Клею вот эту сирень на отрывые подушечки. У меня есть вот такие декоративные фигурки с ласточками. Я планирую использовать вот эту ласточку и приклеить ее вот сюда, на кружево. Стрекозу мы разместим вот здесь. Берем вот такой клей с глиттером розового цвета и добавим сильных точек. Вот такой вот бумажный шнур специально для скраббутинга. И прозрачные клеевые подушечки. И теперь мы создаем с помощью этого шнура такую небольшую линию. Придаем форму его с помощью клеевых подушечек, то есть сразу приклеиваем. Продолжение следует... Почему я выбрала именно клеевые подушечки сейчас и не клей? Потому что если вдруг мне не понравится форма, которую принял шнур, я смогу переклеить. И они не оставят следов на бумаге. А клей я уже не смогу, естественно, переделать. Продолжение следует... Вот такая открытка у нас с вами получилась. Теперь приступим к оформлению внутренней части открытки. Для внутренней части открытки мы выбираем точно такой же фон, как у нас был и здесь. Только дыроколим не только один край, но еще и второй. Также приклеиваем его. Добавим сюда вот точно такую же стрекозу, как у нас была здесь, из той же вырубки. Добавляем еще пару элементов клеем с глиттером розовым. Тем же самым, который мы использовали на первой части открытки. Главное дождаться, чтобы он высох, потому что он может приклеиться. Такая вот у нас открытка получилась к замечательному дню 8 марта. Всех девушек и женщин поздравляю с наступающим праздником. Будьте счастливы и дарите любовь. Спасибо. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, ставьте лайк, рассказывайте друзьям, оставляйте комментарии. Если есть какие-то вопросы, обязательно оставляйте их в комментарии, я обязательно отвечу. Всем спасибо. До новых встреч.